В Якутии сняли режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Напомним, его установили в регионе с 3 июля в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Ликвидацию последних двух пожаров в республике зафиксировали в субботу в Вилюйском районе. Таким образом, на охраняемой территории пожаров больше нет. Вместе с тем, привлеченные парашютисты-десантники вернулись на свои базы, а республиканские формирования пока остаются на местах. Марьяна Кутукова продолжит. Этот год выдался для пожарных особенно сложным. Тушению лесных пожаров мешала сама природа. 65% из них спровоцировали сухие грозы. Больше двух месяцев в Якутии стояла жаркая погода с сильными ветрами. Благодаря привлеченным силам и средствам в неблагоприятной обстановке главное не пострадали населенные пункты. Однако угрозы, как мы помним, все-таки были. Особенно мы боялись за лесной пожар, который произошел и перешел поселка Батамай. Это Кабайского района. Есть зона контроля, есть подножие горы Верхоянских гор. Она, конечно, действительно угрожала населенным пунктом, ну и нескольким поселкам Вливского района. Со 2 мая с начала пожара опасного сезона в Якутии сгорело 156 тысяч гектаров лесов и земель. Всего зарегистрировали 322 лесных пожара. Наиболее сложная ситуация была в Намском, Усть-Алданском и Вилюйском районах. В последнем на днях потушили одно из крупных возгораний и сняли режим чрезвычайной ситуации, объявленной в республике 3 июля. Режим ЧАЭС в лесах регионального значения отменен с 26 августа в силу того, что у нас по всей территории снизился класс пожарной опасности до 1-2 класса. Соответственно, по территории идут осадки и у нас на сегодня в обслуживаемой зоне пожаров нет. Тем не менее, пожароопасный сезон еще не отменен. Он продлится до конца сентября. Подготовка к будущему сезону уже началась. В первую очередь сегодня решается вопрос об открытии филиала Центральной авиабазы на территории республики. Парашютно-десантная служба должна проводить взрывные работы и вызывать искусственные осадки, то есть предпринимать самые эффективные меры в труднодоступных условиях. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.